Привет! Это Осторожно новости. Обсуждаем главные события по фактам и немного больше. Коротко, но по делу и только о тех новостях недели, которые точно нельзя пропустить. Конец битвы за угледары, смены интонаций больших западных медиа. Подробно обсудим. Иран запустил сотни ракет по Израилю. Ущерб минимальный, но такого мы еще не видели. Кстати, обсудим, при чем тут хазбик. IT-гигант Абби избавился от сотрудников с российскими паспортами, как изначально лояльный к правительству российский бизнес отменил себя сам. А еще пришли к Шлозбергу. Очередная серия боевика Бастрыкин против мигрантов. Мусорные скандалы и закулисье съемок героической биографии Марии Бутиной. Но прямо сейчас поставьте лайк этому выпуску и подпишитесь на канал, где обе кнопки вы знаете. Главное не забудьте. Поехали! Каждая новая неделя еще раз доказывает, что никакие новости не живут долго. На прошлой неделе все заголовки были об изменениях в российской ядерной доктрине. На этой бывший голландский премьер Марк Рюте впервые выступал в качестве нового генсека НАТО. Свою первую речь он начал с того, что НАТО не видит непосредственно ядерной угрозы от России. Предшественник Рюте, Йенс Столтенберг, в июле говорил ровно то же самое. Теми же самыми словами. То есть можно считать, что грозные заявления Кремля забыты. Рюте заявил, что если бы не американская помощь, Украина уже не существовала бы как государство. Он поддержал удары вглубь России западным оружием, но признал, что эти решения каждая страна НАТО будет принимать сама. Но тут пока широкий простор для интерпретаций. С одной стороны, Джо Байден якобы может дать такое разрешение, но уже после американских выборов, когда ему будет, в общем, уже все равно. Параллельно он может начать продвигать и членство Украины в НАТО. С другой, абзац о предоставлении права бить вглубь России после выборов исчез из текста Вашингтон-Пост в тот же день. А представитель Госдепа Мэтью Миллер сообщил, что Украине вообще не нужно никакого разрешения. Но только если она будет использовать оружие собственного производства. Ну, честно говоря, немного похоже на какое-то издевательство. Тон западных изданий после американского визита Зеленского тоже сменился как по команде. Ну вот вам свежий заголовок Вашингтон-Пост. «Восток Украины прогибается перед превосходящей огневой мощью и усовершенствованной российской тактикой». «Файнэншал Таймс в тексте «Украину ждет самый темный час» оценивает перспективы военной кампании самым мрачным с начала СВО образом. Президент Зеленский вынужден разбираться с успехами России на Восточном фронте, истощением украинского общества и дефицитом электроэнергии. К тому же союзники давят и требуют переговоров. Даже когда-то воодушевленные и мотивированные украинские солдаты говорят о желании переговоров с Россией и не верят в границы 91-го года. «Мобилизация раздражает общество, а перспектива темной и холодной зимы подавляет его». Высокопоставленный украинский чиновник анонимно говорит журналистам, что американская поездка Зеленского была не триумфом, а катастрофой. Европейские дипломаты отмечают, что их украинские коллеги стали более открыты при обсуждении прекращения огня, чем раньше, даже без выполнения их условий. Текст в журнале «Экономист» вторит предыдущему. «Война идет плохо. Украина и ее союзники должны изменить курс». Журналисты издания практически от своего имени призывают Зеленского ставить реальные военные цели. А западным партнерам издание рекомендует срочно ускорить процесс принятия Украины в НАТО. Вот главное в тексте. Чтобы победить, нужно сначала набраться смелости, признать, что Украина проигрывает войне на истощение. Но это, знаете, как условно алкоголику, для того, чтобы перестать быть алкоголиком, нужно начать с первого шага. Признать, что у него есть проблемы. На этом фоне некоторые европейские союзники уже обсуждают, как в своих интересах использовать деньги, выделенные на помощь Украине. А если боевые действия остановятся, то это станет оправданием при остановке помощи. Италия не настроена наращивать военные поставки для ВСУ. По информации издания Мессаджеро, в Риме хотят превратить план победы Зеленского просто в мирный план. Вот так выглядит обложка итальянского журнала «Панорама». Украина – последний акт. Вот вам цитата. Вдогонку. Миллион человек убиты, ранены, пропали. Сотни тысяч дезертиров. Зеленский и его военные призывают к эскалации. И за все это платит Европа, а не Америка. Виктор Орбан в Нью-Йорке провел переговоры с Китаем и Бразилией и пытался, цитата, «инициировать мирный саммит», к которому присоединятся еще 15 стран, включая Францию и Швейцарию. Хотя Сергей Лавров уже назвал странным их участие во встрече, ведь и Франция, и Швейцария поддерживают Украину. В Германии ожидают стагнации экономики после падения спроса на китайские товары и уменьшения объемов поставок газа через Украину. И это еще один удар по положению Шольца. На этом фоне газета «Цайт» узнала о планах канцлера позвонить Путину уже в ближайшее время. Западные лидеры Шольц, Макрон и Байден не общались с российским президентом уже около двух лет. В последний раз Шольц и Путин разговаривали в декабре 2022 на фоне военных неудач российской армии. Но теперь многое изменилось. В проекте российского бюджета, внесенного в Думу, расходы на оборону вырастут до абсолютно рекордных значений. Кроме того, всю последнюю неделю сообщалось о фактическом окружении ВСУ в Углидаре. Собственно, непонятно было только, насколько это кольцо замкнуто. Украинский ресурс «Дипстейт» еще в начале недели писал, что российские войска существенно продвинулись, а ВСУ контролирует только одну улицу в пригороде. «Телеграф» писала о возможном окружении сотен украинских военных. Во вторник стало понятно, что райцентр пал. Начали появляться ролики с российскими флагами в разных частях города. Бои за Углидар продолжались с августа 2022 года, так что для обеих сторон это крайне важное место. Сообщалось, что во время американской поездки президента Зеленского приказа на эвакуацию украинским солдатам не отдавали. В среду украинские военные официально подтвердили выход из Углидара большей части гарнизона. Фотография с переименованным в «пятерочку» супермаркетом «АТБ». Такая отсылка к фотоотчетам бойцов ВСУ из российской Суджи. Взятое село Верхнекаменское, севернее Углидара. На Покровском направлении сообщалось о взятии под контроль села Крутой Яр. На Торецком – поселка Нелеповка. В самом Торецке, как сообщают военкоры, по-прежнему ожесточенные бои. ВСУ потеряли контроль над восточной и южной частями города. В Курской области на выходных началась новая волна атак российской армии южнее Глушкова и в направлении села Плехово к югу от Суджи. Также российская армия взяла под контроль село Ольговка, немного восточнее Каренева. По данным Института изучения войны, за два месяца России удалось вернуть примерно пятую часть территории, ранее занятой ВСУ. Наступление продолжается и еще в одной приграничной области – Харьковской. В Минобороны России заявили о взятии под контроль села Вишневое. На видео из Волчанска, как утверждается, снято первое боевое применение авиационно-вакуумной бомбы повышенной мощности ОДАБ-9000. И очень похоже, что таким тузом, вытянутым из рукава, Кремль показывает, чем ответит на возможное разрешение бить атакамсами по Москве. Конвенционально и без всякого ядерного оружия оно выглядит по-настоящему жутко. Главная мировая тема на этой неделе – попытка иранского ракетного удара по Израилю невиданной ранее силой. Вот так выглядела карта целей по территории всей страны. Атака с сотнями ракет началась во вторник вечером прямо в Аудийский Новый год. Было даже ощущение, что не справился железный купол. Он явно пропускал ракеты. Тут, правда, надо отметить, что купол перехватывает только ракеты малой дальности. Во вторник действовали уже другие системы ПВО. Израильтяне провели этот праздничный вечер в бомбоубежищах. Самолеты меняли маршруты и разворачивались. Израильские СМИ сообщали, что Иран выпустил от 400 до 500 ракет. На самом деле их могло быть меньше. Советник Нетаньяху Гендельман заявил о 180 ракетах. В Белом доме назвали цифру около 200. Ролик, явно снятый нашим бывшим соотечественникам, лучше других, показывал состояние израильтян. Знаете, такая смесь ужаса и удивления с фатализмом. И главное, со всех сторон. И слева, и справа. Смотри, сколько их. Это пиздец. Надо убегать. Вот эти точно на нас бегут. А куда уже убежать? Они прямо на нас идут. Да ты не паникуй, что ты паникуешь? Ну как она, охуитель, аж волноволосы поднялись, да, блядь? Джо Байден приказал американским военным поддержать Израиль в отражении атак. Палестинцы праздновали атаку на Израиль прямо на улицах своих городов. Вскоре в Цахал заявили, что не ожидают второй волны ударов от Ирана и разрешили покинуть убежище. Иранцы сообщили об уничтожении 20 израильских истребителей F-35 и о том, что ракетами уничтожена израильская база Неватим. Но это сведения неподтвержденные, зато известно, что обошлось без заметных жертв. В Цахал заявили об отсутствии серьезных травм у нескольких раненых. А единственным погибшим по совпадению оказался, как утверждается, рабочий из сектора газа. На него упала неразорвавшаяся ракета. И это по-настоящему жуткое видео. Еще одним пострадавшим от ракетной атаки оказался генсек ООН Антонио Гутерриш. Вечером во вторник он опубликовал твит, осуждающий эскалацию насилия на Ближнем Востоке, и призвал стороны к диалогу без упоминания Ирана и Израиля. После этого израильский министр иностранных дел Исраиль Кац объявил Гутерриша персоной нон-грата. По словам Каца, любой, кто не может однозначно осудить нападение Ирана на Израиль, не заслуживает права ступать на израильскую землю. В России пострадать может дагестанский блогер Хазби. Во время атаки он выложил фотографию ракеты с надписью «Добро пожаловать в Израиль». Потом картинка, конечно, исчезла, зато появилась просьба найти Хазбику адвоката номер один в России. Видимо, он опасается уголовного дела. Видимо, Хазбик не смог дозвониться до арестованного пару недель назад Эльмана Пашаева. Он, конечно, блестяще бы решил вообще все проблемы Хазбика, я так считаю. Хазбик бы уже где-нибудь в роте бы на СВО служил. Еще накануне атаки здание «Аксиос» сообщало о ее подготовке. Источник издания, как мы знаем, не подвел. Но сначала в Тель-Авиве террористы открыли стрельбу на улице. Шесть человек погибли, еще девять пострадали. Одного из нападавших застрелила полиция, в тот момент занятая предупреждением людей о скором иранском ударе. Но кроме теракта и ракетной атаки у Израиля есть и другие проблемы. Утром в понедельник израильская авиация впервые с начала нынешней эскалации атаковала центр Берута. До этого бомбили только его южную часть, где в основном расположены объекты Хизбаллы. Wall Street Journal в начале недели писал о скором начале наземной операции в Ливане и о давлении США на Израиль. В понедельник появились кадры с ливанской границы. Цахал явно собирает там тяжелую технику. При этом неназванный сотрудник МОСАДа в интервью говорил, что наземная операция будет недолгой. В понедельник Вашингтон объявила подтверждение Израилем ограниченной по масштабам операции против Хизбаллы на территории Ливана. После этого Цахал объявила о создании закрытой военной зоны недалеко от границы. Армия Ливана, как мы и говорили на прошлой неделе, эвакуировала свои наблюдательные пункты и не стала просто вмешиваться. Вскоре стали появляться первые кадры вторжения израильских войск в соседнюю страну. В среду Цахал официально подтвердил начало наземной операции и бои на юге Ливана. Продолжаются и бомбардировки с воздуха. Объявлено об уничтожении 150 целей в Ливане. Именно в результате такого удара на прошлой неделе был убит глава Хизбаллы Хасан Насрала. Тяжелая бомба разрушила его бункер в жилом районе Бейрута. Взрывы от шести двухтонных бомб слышали даже в центре города. На этой неделе Парезиен рассказала об иранском Кроте, который помог израильтянам вычислить Насралу. Крот сообщил о скором прибытии в бункер всей верхушки Хизбаллы, после чего Израиль нанес удар. Главный израильский мем этой недели. Вы понимаете, кто возглавляет Хизбаллу, если вчера этим людям даже не доверили бы Пейджер? Кроме Насралы, в помещении было 12 высших командиров. Financial Times подробно описывает, как израильская разведка почти 20 лет подбиралась к Насрале. Впервые израильтяне попытались убить его в 2006-м. Тогда он буквально за несколько минут до атаки покинул место, куда пришелся удар. Еще дважды бомбы не пробили бетонное укрепление бункера Насралы. После этого разведка полностью сменила тактику и начала собирать огромные объемы данных об участниках Хизбаллы. По некрологам погибших в Сирии боевиков можно было вычислить круг их общения. Похороны выводили из тени высших руководителей Хизбаллы. Из-за того, что бойцы гибли, приходилось вербовать все новых людей, среди которых были и израильские агенты. Появление нового поколения спутников и дронов и новые возможности хакинга позволили израильской разведке собирать терабайты данных. Ну, собственно, операция по убийству Насралы и других командиров стала возможной благодаря сочетанию присутствия агентов внутри Хизбаллы и анализа огромных вот этих объемов данных. И как бы с одной стороны, это совершенно новый этап разведывательного дела, в котором Израиль после позора 7 октября опять вышел в лидеры. С другой, на фоне ежедневных обстрелов, терактов и войны, сразу на три фронта Израиль остается местом, откуда ждешь только тревожных новостей. Ипотека в России подскочила до рекордных 20%. Но разве обязательно покупать там, где невыгодно? Все вы знаете, что я сама купила квартиру в Эмиратах, потому что там любой иностранец может сделать это в рассрочку и без переплат. И с первоначальным взносом всего от 5%. К тому же в Эмиратах официально не придется платить налоги, если решу сдать свою квартиру или перепродать. Просто сравните, что можно купить сегодня в Москве и что за эту же сумму можно купить в Дубае. И при этом и ремонт, и паркинг входят в стоимость. Выбор очевиден. Поэтому, если вы хотите первым узнавать о лучших предложениях на этом рынке, я советую вам подписаться на самый большой телеграм-канал о недвижимости Эмиратов, который я и сама читаю. Его ведет аналитик Андрей Негинский. Я много раз о нем говорила в своих выпусках. Он живет в Дубае с семьей и каждый месяц с командой аналитиков своего бюро готовит подборку из 30 проектов для инвестиций в Эмираты по цене от 163 тысяч до 12 миллионов долларов. Хотите получить этот каталог? Прямо сейчас перейдите в телеграм-канал Негинского по ссылке в описании к этому ролику и найдете файл в закрепленном посте. Не забудьте подписаться. Это правда прям суперполезный канал, если вы подыскиваете недвижимость. Давление на мигрантов продолжается. Поводом для новой волны стал инцидент в ташкентской школе. Ученик шестого класса попросил учительницу ввести урок русского языка на русском языке. В ответ она схватила мальчика за ухо и стала его бить. Вместо извинения родители услышали от учителя националистический комментарий. Ну, она, очевидно, женщина, скажем так, темпераментная, потому что после этого устроила просто скандал в школе, где учится ее дочь. Там она избила уже замдиректора, за что получила штраф и 7 суток ареста. Мария Захарова потребовала от Узбекистана правовой оценки истории с уроком русского, на что вице-спикер узбекистанского парламента Алишер Кадыров напомнил, что школа в Узбекистане и ребенок гражданин Узбекистана, а Россия пусть занимается как бы своими проблемами, которых у нее достаточно. Ну и в чем он не прав? Депутат Расунку Шербаев вообще предложил внести Захарову в список нежелательных лиц. Инцидент раскрутился до уровня министров иностранных дел обеих стран. Они обсудили его на встрече в Нью-Йорке и подчеркнули важность невмешательства в дела друг друга. Но тут появилась информация о систематическом избиении русскоязычных школьников узбекскими в городе Джизак. Портал УРА.РУ утверждал, что избили в том числе мальчика-инвалида, а нападавших семиклассников даже назвал преступной группировкой. Правда, скоро эту новость почему-то потер и на сайте, и в телеграмме. Ну, все-таки сказано же про невмешательство, да? Параллельно возникла история к ленинградской школе, где в одном из классов сразу шестеро детей-мигрантов не говорят по-русски. Директор попросила войти в их положение, ну и, мол, вроде все-таки сложнее. Предложила выучить пару слов на узбекском, чтобы детей поддержать. Вылилось это все вот в такие заголовки. Ну и, разумеется, такое резонансное дело федерального масштаба не прошло мимо СК. Бастрыкин лично поручил региональному главе проверить школу. На таком удобренном информационном фоне Госдума было как будто легче принять законопроекты, ужесточающие миграционную политику. Все строго по озвученному графику. На выходных пообещали внести, на неделе уже приняли. Раньше Вячеслав Володин заявлял, что на тему миграции в доме 34 проекта, так что ждем еще 29. В целом вся эта история обсуждается как-то вяло. Вроде инфоповоды появляются, но как бы как не обсудить. Хотя секрет Полишинеля всем в общем ясен. Это отрепетированный маневр, отвлекающий от СВО инфляции и сильно растущих цен. Тема мигрантов здесь все еще работает безотказно, но жонглировать все сложнее. Рабочих рук остро не хватает. На тяжелую, неквалифицированную работу за маленькие деньги россияне не спешат. В этом перетягивании каната между политикой и экономикой первое пока ведет. Но ценой, например, вставшей стройки и общественного транспорта. Знамя борцов за чистоту нации придется тащить как бы на своем горбу. Если только Бастрыкин не заявит, что взял дефицит кадров под личный контроль. Тогда здания сами заколосятся, автобусы побегут. Колбаса будет под 2.20 и муж вернется в семью. Байден и Обама наконец выкрутили все лампочки в российских подъездах и взялись за мусор. Видимо, именно они мешают мусорной реформе в Краснодарском крае. Начальник профильного отдела прокуратуры Дмитрий Молдаван доложил о бездействии властей, которое может привести к мусорному коллапсу. Из-за него, мол, не хватает объектов для захоронения и переработки отходов. Но это не единственная проблема. Те же власти недостаточно борются с протестной активностью. В четырех районах края, где готовятся к строительству новых полигонов, она растет. Экологические активисты пытаются сопротивляться появлению новых свалок. Причем прокуратура не видит в этом естественного хода событий и ждет подключения силовиков. Ну, как говорит Молдаван, в целях исключения вмешательства агентов иностранного влияния. Уже страшно. А в министерствах сидят практически уже, видимо, диверсанты, которые, несмотря на настойчивые рекомендации, не собирают информацию о местных активистах и не отправляют ее сразу прямиком в Центр Э. В общем, все давно было бы прекрасно. Светлый путь реформ был бы освоен, если бы опять не инагенты и слишком либеральные власти. Краснодарская прокуратура живет как-то в своем собственном мире. Избирательный докладчик решил не упоминать о том, что новый мусорный полигон администрации вообще без всяких публичных слушаний. Просто решил и строить под Анапой, в станице Варенковской. В четырех километрах от новой школы на особо, но, видимо, уже не особо охраняемые территории природного комплекса с грязевыми вулканами, плюс водоохранная зона реки Чикупс, где такие объекты, ну, вот прямо запрещены законодательству. Но разве это преграда для реформ всего плохого во все хорошее? Не работает даже новый козырь – обращение бойцов СВО. Мы здесь боремся за мир и процветание наших граждан, наших детей. Что же получается? Получается, когда мы вернемся в тылу, люди, которые сидят там, занимаются медленным геноцидом нас и нашего будущего населения. Ну, жители, понятно, не могут быть недовольны новой свалкой самостоятельно. Только по указке западных агентов. Они же, видимо, создали и неудачный для реформы фон в Нижнем Новгороде. Там пока две недели ликвидировали первый пожар площадью 35 квадратных километров, случился сразу второй. Второй загорелись 10 квадратных километров мусорного полигона в Богородском районе. Хотя там на пути у реформы долго не стояли. Когда 8 лет назад возмущенные жители подали иск к администрации, суд постановил, что, мол, да, экспертиза не пройдена, разрешение на работу выдано незаконно. Но апелляция это решение пересмотрела. Суд вовремя стал, так сказать, на путь прогресса. Причины Нижегородского пожара еще будут расследовать, хотя и так уже все ясно. Понятно, что это Хиллари Клинтон, в крайнем случае Виктория Нуланд. Но если она разжигала печеньками Майдан, что ей стоит вовремя поджечь покрышку? 1 октября IT-компания Абби в течение часа уволила сотни сотрудников с российскими паспортами. Это коснулось работников сразу нескольких международных офисов. Всех собрали в видеозвонке на платформе Teams, отключили чат, камеры и микрофоны. Без объяснения реальных причин сказали все, что положено, пронужно двигаться дальше, трансформацию, модернизацию. Ну а в конце всем спасибо, все уволены. И моментально отключили доступ к рабочей инфраструктуре. У самой компании при этом российское происхождение. Она основана еще в 89-м году. Сам Давид Ян получал премию от правительства и массу госзаказов. Теперь его штаб-квартира в США, а основатель Давид Ян все еще не дает комментариев. Сначала со ссылкой на неназванный источник из стоп-менеджмента говорили, что на самом деле просто уволили всю разработку без оглядки на паспорт. Но позже оказалось, что, например, разработчиков венгров вообще не тронули. Еще есть пара правдоподобных версий. Ну, во-первых, некомпетентность новых менеджеров. В мае они сократили весь отдел тестирования. На зарплатах, конечно, сэкономили. Но как это повлияло на работу и корпоративные опросы, можете себе представить. Основательница рекрутинговой компании New HR Кира Кузьменко считает, что так компания пытается справиться с финансовыми проблемами. Узнали, что индийские разработчики дешевле российских, поэтому решили вот так вот грубо их заменить. Из всех официальных заявлений Абби до сих пор только комментарий директора по маркетингу Джины Рэй. Но там все тот же свист про трансформацию, модернизацию, реорганизацию, реинвестицию, будущий рост. Хотя некоторым бывшим сотрудникам кажется, что компанию готовят даже не к продаже, а просто к банкротству. Для продажи должен быть какой-то приличный удельный вес. А так, когда вы одним движением убираете всю свою разработку, не получится ни поддерживать существующие контракты, ни развиваться. Конкуренции с Google и Microsoft не будет даже на самом фантастическом горизонте. Теперь у уволенных сотрудников два варианта. Соглашаться на условия Абби с получением компенсации или идти в суд, на что их подбивают многие комментаторы инцидента. Российская преемница Абби, компания Content AI, уже готова сотрудничать с уволенными, если они решат вернуться в Россию. Но, по-моему, заказывать билеты пока никто не поспешил. С началом невзлингейта все побежали требовать ответа от иноагента Ходорковского. Теперь предлагаю тем же активистам переключиться на Давида Яна и допроситься его комментария. Здесь все-таки связь абсолютно точно прямая. Ну и как не оценить пролетарскую, почти шариковскую прямоту менеджмента? Взять все и поделить. Обрубить и выбросить. Если таким методом они дистанцируются от России, разочарую. Теперь вы стали к ней ближе. Ближе, чем раньше. Мы еще не смирились с Дюжевым в образе Байдена, а нас уже пугают новой премьерой. В сети появилось видео со съемок сериала по книге Марии Бутиной «Тюремный дневник» о ее заключении в американской тюрьме. Образ узницы совести будет раскручиваться по полной. Режиссер рассказывает, как Марии придется делать выбор между любовью и выгодой, предательством и верностью в стране, свободой и смертью. Ну, короче, графиня Монте-Кристо. То, как в материалах о Бутина и сериале любят подчеркивать страшные цифры, полтора года в тюрьме, из них четыре месяца в одиночной камере, сейчас выглядит, ну, честно говоря, особым издевательством. Еще и финал обещают неожиданный, существенно отличающийся от книги. Но есть подозрение, что и в книге финал существенно отличается от реальности, так что в сериале докрутят до новой супергеройской вселенной. Бутина и Бут – первые кандидаты на плащ и суперсилу. Ну, а криншот увиденного бэкстейджа и описывать бессмысленно вы все сами его испытали. Лучше уже очередной боепик о группе из 90-х. Вот честное слово. Ну и напоследок, рубрика, которая могла бы быть ежедневной, просто таких новостей, ну, как бы слишком много. В среду утром канал Арте опубликовал видео с несколькими мужчинами в камуфляже, которые пришли с обыском домой к псковскому оппозиционному политику иностранному агенту Льву Шлозбергу. Позже стало известно, что на Шлозберга завели уголовное дело о неисполнении обязанностей иностранного агента. Якобы Шлозберг повторно публично распространял некие материалы без той самой иноагентской плашки. Статья предусматривает до двух лет лишения свободы. После допроса в качестве подозреваемого политика отпустили. Это первое уголовное дело по этой статье, заведенное на человека, который остается в России. Сам Шлозберг считает, что обыск и допрос были акцией устрашения и не признает себя виновным. Он пунктуально выполняет все требования закона, который считает неправовым и отмены которого требует. Мне кажется, все это прямой как бы совет и намек Льву уезжать из страны. И в принципе это похоже на историю Бориса Кагарлицкого, также объявленного иностранным агентом и посаженного в тюрьму по странному обвинению. Лев Шлозберг антивоенный политик, при этом настоящий патриот как России, так и Пскова. Сам он никуда уезжать не хочет. А для эмигрантского сообщества эта его позиция, быть против власти, но за людей, тоже в общем черная метка. Особенно после его высказываний про партию чужой крови. Лично мне вот эта его позиция очень близка и симпатична. А его слова «ответственная позиция противостоит власти, но не народу, политическому классу, но не обществу своей страны» надо просто помнить любому человеку, который занимается в России публичной деятельностью. Очень хотелось бы ошибаться, но пока я вижу из этого дела два самых вероятных выхода. Это либо отъезд, либо тюрьма. Буквально незадолго до начала этого уголовного дела я побывала в Пскове и подробно пообщалась с Львом Марковичем. Скоро выйдет большое интервью, не пропустите. А пока максимальная поддержка Льву Шлозбергу людей такого масштаба личности в России совсем немного. Плашки, кстати, мы расставим где положено. Это были «Осторожно новости». Подписывайтесь на нас здесь и в Телеграм, жмите колокольчик и ставьте лайк выпуску. Увидимся через неделю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова